И мне хочется вам показать какие-то простые приемы сейчас лета, вот этих наших вот юбочек, которые мы можем раскроить сразу на ткани. Я не буду сегодня рассказывать о каких-то очень сложных моделях юбок. А вот чаще всего у нас используются в жизни юбки полусолнца. Это просто наша любовь. Полусолнца. Не так много ткани они берут, да? Хорошо, эффектно, да? Делать можно практически любую длину. И спинку на этой юбочке у нас получается только один шов сзади. Вот такая вот получается юбочка, в которой у нас и оформляется как раз застежка молния, допустим. Или на пуговочках застежка, или что угодно. Вот эта юбочка полусолнца. И я уже, конечно, вам рассказала, как ее кроить сразу на ткани. Давайте напишем исходные данные. Значит, опять, пусть у нас полуобхват талии будет 36 см. А длина изделия, ну сколько? Ну давайте 80 напишем. Все равно, какая длина изделия. Вот эти юбочки мы очень любим, потому что они очень скоро в обработке. Потому что здесь долевая нить соединяется с долевой нитью. Рисунок при этом не нарушается. Если это ткани достаточно формоустойчивые, а если вы работаете со смесовыми тканями, то есть таких тканей очень-очень много, то проблем никаких нет. Или один шов, или два. И быстро, и просто, и легко. А уж я не говорю про ткани с запахом. Я уже рассказала практически как и украину. Смотрите как. Вот край стола. Укладываем на этот край стола свою ткань. Вот это я ткань рисую. Нарисовала ткань. На этой ткани, ну изнанка передо мной, конечно, да, я рисую 3 см от краешка. Потому что 1,5 см это у нас будет кромка. Вот это ее надо отрезать. Она косая, кривая. И следующие 1,5 см это уже вот этот шов. То есть припуск на задний шовчик. Дальше, внимание. Что мы будем делать? Это линия низа. Вот эта точка, линия низа. Я сюда откладываю длину изделия от линии низа. По нарисованной линии сколько? 80 я отложила. Длину изделия. Припуски не учитываю. Добавите сами, сколько вам нужно. Потом мне надо нарисовать вот этот полукруг. Который равен 36 умножить на 2. Получится 72. Потому что это полусолнце. Беру сантиметровую ленточку. Нахожу на ней 72 см. Ну, здесь вот 72 у меня. Это много в натуральную величину. Вот я нашла, да? И я тоже стараюсь выложить вот такой же вот полукруг. Вот такой полукруг выкладываю, да? Ну, приблизительно. Приблизительно, чтобы это было все одинаково. Вот на этом месте. Вот на этом месте. Давайте поменьше нарисую. Чтобы поместилось все. Я укладываю вот такой вот полукруг. Вот так, с ребрышком сантиметровой ленточки. Здесь у меня 72 см. Делаю отметочку. Кончились у меня вот это 72 см. Делаю вот здесь отметочку. И измеряю диаметр. Допустим, 40 см. Делю 40 пополам. Получается 20. Значит, вот этот центр моей окружности будет. Точка О, скажем. Центр моей окружности. Ну, это давайте напишем О1, что ли, да? ОО1, значит, у меня равно, ну, скажем, 20. Это радиус у меня получился. Значит, вот этот радиус я должна сюда отложить. Сюда отложить. Сюда. Сюда откладываю. Я так и откладываю. Беру сантиметровую ленточку. 20 см вот так прижала. И повороты, повороты, повороты. И вот так откладываю. Ну, вот так вот. Ну, 10, например, покажу. Прижала. И начинаю. Раз, два. Как циркулем работать. Вот этой ленточкой. И нарисовала. Нарисовала. Соединила тихонечко между собой, пока не ярко. Еще раз проверилась. Теперь уже слева направо. Вот так прошла сантиметровой ленточкой. И убедилась, 72 у меня здесь или нет. Если нет, то корректируюсь. Если да, то оставляю все как есть. То есть меня вот этот радиус устраивает. Если меня этот радиус устраивает, все чудесно. Я беру и свою ткань, я откладываю вот сюда. Вернее, я по этой линии, вот у меня точка О, перегибаю ткань в два слоя. Перегнула ткань. То есть этот кусочек я накрыла сюда. Или наоборот, этот кусочек я накрыла сюда. Но важно, что у меня теперь ткань лежит сложенная в два слоя. Вот так вот лежит в два слоя. Могу еще, ну и давайте здесь ей нарисуем какой-то финал. 80, 100, 140. Ну скажем, она где-то вот тут у нас закончилась. Теперь у меня уже два слоя ткани лежит. Потому что, ну что это кружность, кружочек этот рисовать на одном слое? Мне и два слоя кажется мало. Я еще ее переложу в четыре слоя. То есть находим вот так серединку. Бисектрису вот этого уголочка. Давайте я ее вот так набросаю. И я этот кусочек отодвигаю еще сюда. И у меня лежит передо мной вот этот вот фрагмент. Ткань в четыре слоя сложена. В четыре слоя она сложена. И теперь какой труд мне на этой ткани нарисовать вот эту юбку длиной 80 сантиметров. Как вы уже прекрасно знаете. Итак, берем сантиметровую ленточку. Вот она у нас, да? Устанавливаем наши сколько? 80 и 20, 100. Значит, вот здесь, где левый мой пальчик, это 100 отметка. Вот здесь у меня 100. И я начинаю поворачивать. Вот так отмечаю точку. Здесь, а здесь 20. Вот так. Здесь, а здесь 20. Так. Здесь, а здесь 20. Ну и так далее. Вы меня поняли. И у меня получается одна линия потом соединяется. И соответственно соединяется потом вот так вот вторая линия. Ставлю после этого мои любимые булавочки. Потому что 4 слоя ткани отрезать будет невозможно. А сгиб-то у меня лежал, мои хорошие, вот здесь. А вот здесь у меня кромочки. Всего 2 слоя ткани было. И вырезаю. А это тоже сгиб. По нему тоже не надо вырезать. И что я буду ножничками вырезать? А ножничками я вот это буду вырезать. Вот так. Вот так. Дальше. Здесь я отсеку кромку. Потому что мне она не нужна. Ножнички у меня будут вот по этой линии работать. И дальше я отрежу. Вот так. Вот и все. Раз, два. Пым-пым. Сюда раз, два. Ножнички. И сюда тоже ножнички. Вот и все. И вот так вот в 4 слоя. Да, тут тоже надо булавочки поставить. Потому что все будет двигаться. И вот так быстренько на ткани мы отрезали вот эту юбочку. Прекрасно себя ведет. Очень часто используем. Когда нам надо какие-то юбочки. Вот такие. Если сделать талию чуть-чуть побольше, чем ваша талия. Да. То у вас получатся юбочки еще здесь вот со сборочкой. С такой вот небольшой. Иногда тоже это прекрасно работает. Вы знаете, что я люблю такие вещи. Мы разговаривали о клиниевой юбке как-то с вами. А это юбочка вот такая вот полусолнца. Которая тоже легко краится сразу на ткани. И таким способом действует. Вот так будет выкраиваться юбочка полусолнца.